Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, трейдеры, как идут дела? А начнем мы сегодня, ребята, с монеты аудио, потому что, если вы подписаны на наш телеграм и также телеграм-чат, то вы наверняка знаете, потому что я вам уже все уши прожужжал про вчерашний, сегодняшний локальный памп этой монеты, в зависимости от того, где вы находитесь. Потому что, когда мы стримили с CryptoHamster, было прикольно, он в Японии, я в Буэнос-Айресе, и мы договорились на среду, в итоге он говорит, ну что, выходим в эфир, и я говорю, в смысле? Я говорю, ааа, так, чувак, у тебя уже среда. У меня еще вторник. Ну да ладно, долой автопики. Аудио, короче, поперло, аудио поперло, и давайте-ка посмотрим, куда оно поперло, потому что, смотрите, вот локально на 30-ти минутках уже кажется просто, что ну все, разгружай, не хочу. И даже я на самом деле разгрузил уже половину позиции, как вы можете видеть, потому что самое важное, это забирать прибыль. Если вы подписаны на наш канал, вы это знаете. Мы никогда не знаем точно, где вершина, где дно, поэтому мы всю дорогу разгружаемся, и всю дорогу разгружаемся. Мы это те, кто торгует контртренд. Друзья, я торгую контртренд. Опять же, если вы смотрите внимательно, то вы, наверное, это знаете. Грубо говоря, все вот это падение я откупал, здесь немножко, здесь немножко, здесь немножко, здесь немножко, и ниже бы откупил, рассчитывая риски. Но цена развернулась, пошла наверх, и вот, как вы можете видеть, моя средняя точка входа очень хорошая, 0.18,5, и сейчас цена 0.24, и я разгрузил половину позиции. Почему? Потому что это было большое плечо, это была спекуляция, и как спекулянт я не знаю в краткосроке, куда пойдет цена. Она может сейчас легко скорректироваться, как куда-нибудь вот досюда, да, в район там 0.5, или даже, может быть, золотого кармана 0.618 FIBA, это будет центов 20, 22, почему бы и нет? Как бы, более того, она может даже закрыть полностью весь этот рост и уйти еще ниже. Поэтому на этот случай у нас должен быть с вами стоп-лосс, или работа со своей ликвидацией ручная, то есть выход из позиции, я имею в виду. Кстати говоря, на моем месте я бы поставил стоп-лосс, что я и хочу сейчас сделать. Стоп-лосс поставлю куда-нибудь на 0.21, скажем, на 40 тысяч контрактов, то есть забрать большую часть позиции, это будет профит 1000 USDT, прекрасно. В общем, ладно, ставим стопик, вот он появился на графике, мы его видим, но на самом деле за этим стопом как раз и могут сходить, поэтому, не знаю, можно его чуть пониже опустить. Вот, и на примере аудио я, собственно, хотел с вами разобрать, как в принципе ведет себя и крипторынок, да и любой вообще в мире рынок. Неважно, чем торговать, если вы понимаете законы рынка. Опять же, если вы понимаете законы рынка, это не значит, что вы должны угадывать точное направление цены. Нет, в краткосроке особенно трудно предсказать, куда пойдет цена. В долгосроке же легче предсказать более-менее примерные движения. Хотя, кстати говоря, есть абсолютно полярное мнение среди скальперов, что как раз в краткосроке легко предсказать, потому что мы видим вот локальную перекупленность, локальную перегретость, а в долгосроке непонятно, потому что мировые там катаклизмы и прочее, прочее. Типа, мы не знаем как раз в долгую, что будет с активами там через 5-10 лет, поэтому с этой точки зрения лучше не пересиживать, а забирать прибыль. Но, извините меня, это такая же бредятина, как и то, что наоборот, то, что мы в краткосроке не знаем, куда пойдет цена. Ведь это правда на самом деле. То есть, блин, вообще в трейдинге, это трейдинг, это полная биполярка и весь этот рынок. Потому что, да, с одной стороны мы не знаем, а с другой стороны мы как раз знаем, что в долгосроке цена будет расти на биткоин. Это показывают график и сток ту флоу, и халлинги, и все эти дебилы, которые пишут, что это ничего не работает. Хотя уже мы видим, что этот четвертый цикл все прекрасно работает. Поэтому, да, и мы сами являемся такими же дебилами внутри, в глубине души, когда, собственно, идем против своих правил, против своей воли, и встаем вместе с толпой не в ту сторону. Поэтому, чуваки, месячный таймфрейм по биткоину выглядит прекрасно. Мы удерживаемся над всеми экспоненциальными мувингами. RSI у нас впервые, можно сказать, выходит в бычью зону за 3 года, да, с мая 2021 года. Мы, можно сказать, опустились ниже, и вот здесь был один возврат, и все. Месячный RSI, кстати, очень крутая штука. Месячный Cypher нам показывает тоже, кстати, бесплатная копия MarketCypher, ребята, VMC Cypher. У меня есть платный MarketCypher, в принципе, и ссылка на него есть в описании. Но мне больше нравится бесплатный, и поэтому я вам его тоже рекомендую. Он работает, в принципе, не хуже, и еще на нем есть желтые точки. Вот, прекрасные, которые на биткоине, кстати, за всю историю на месячном таймфрейме не было ни одной пока желтой точки, но, тем не менее, это не мешает ему расти. Вот, короче, очень много всего хочу вам рассказать, друзья. Поэтому это тема для отдельного стрима даже. Если вы за то, чтобы я вышел к вам в прямой эфир, может быть, даже сегодня, то обязательно ставьте лайки, проверяйте подписку на канал, нажат ли колокольчик, чтобы не пропустить. Там мы рассмотрим очень много альткоинов и конкретно мои позиции, что я буду делать, как этим торговать. И также ваши позиции. Обсудим, рассмотрим ваши альткоины, обсудим, что вам делать. Вот. Хотя, в целом, помните, конечно, что дисклеймер не финансовый совет. Вот, вернемся к биткоину. Что мы тут видим еще? Он сейчас прекрасно удерживается выше всех экспоненциальных скользящих мувингов. Сетка EMA Ribbon развернута в бычью сторону, начиная с 27 тысяч, да, и с сентября 23 года. И когда у нас последний раз сетка EMA Ribbon была развернута в бычью сторону, друзья мои? Вот здесь вот. Когда мы были на 5-6 тысячах долларов. Но обратите внимание, после этого был что? Был еще забег на X2 примерно, и все-таки началась локальная даунтренчина к халвингу, да? Что мы здесь видим? Тоже сетка развернулась, мы сходили уже, в принципе, на X2 на 90%. То есть по всем параметрам сейчас, по законам жанра и вообще по статистике, и по правилу тяготения, мы сейчас вроде как должны с вами откорректироваться неплохо так. И если вы помните, мы этот разговор ведем уже давно, и вот была коррекция, и все еще на балансе вероятности есть коррекция. Вопрос только в том, будет ли она долгая. Она будет практически точно уже. Будет ли она долгая в халвинг, там, скажем, вот такая, как вот здесь, с еще большим дампом в конце, да, который никто не ожидал. Ниже сетки, посмотрите, мы упали вот здесь на коронодампе. Но это был скорее черный лебедь. Но тем не менее, это было тоже после выхода RSI в бычью зону. Недельного, правда, RSI, но мы рассматривали месячный, но он здесь тоже вышел в бычью зону. Короче говоря, все сходится. Либо будет ли вот такой вот вариант более похожий на то, что было в позапрошлом цикле, когда мы пробились выше сетки и уже не опускались ниже нее, мы все время, обратите внимание, отскакивали от нее идеально, как от поддержки от сетки AMA Ribbon на недельном таймфрейме. И лишь когда мы не смогли вновь от нее оттолкнуться, от верхней ее части, а достигли нижней ее линии, да, красной, после этого мы начали тестировать уже верхнюю как сопротивление, обратите внимание, и лишь после этого уже начался медвежий рынок, точнее подтвердился медвежий рынок 2019 года. То есть, грубо говоря, что? Грубо говоря, прошло пол медвежьего рынка перед тем, как мы поняли, что действительно он наступил. Вот и все. Поэтому если вы торгуете по подтверждению тренда, то будьте готовы к тому, что вы будете забирать гораздо меньше прибыли, потенциально, чем тот, кто торгует контртренд. То есть, если бы вы здесь вошли в шорт, не, ну это, кстати, еще был идеальный шорт, он резко и быстро упал на… сложился вдвое, да, практически. Так что, да. Так что, да, что тут скажешь-то? Напишите, как вы торгуете, на пробой или контртренд, это тоже интересно. Ну и напишите свой вариант. Вы вот за такой вот понятный бычий рынок, или вот за такой вот волатильный, как был вот здесь, или вы вообще за медвежий рынок и считаете, что это все дохлая кошка, и мы пойдем вниз на новые лаи. Напишите обязательно свой прогноз по биткоину. Тем более, что таким образом вы автоматически участвуете в конкурсе, ребята. У нас разыгрываются миллионы сатоши. Мы уже разыграли где-то 15 миллионов сатоши, и разыграем еще примерно 85. То есть, мы разыгрываем целый биток. В честь пробития на нашем канале 100 тысяч подписчиков, мы разыгрываем целый биток, друзья. Поэтому вы можете выиграть миллион сатоши, также вы можете, кстати, выиграть 2-3 миллиона сатоши, потому что суть в том, что ваши шансы увеличиваются, если вы пишете развернутый красивый комментарий под каждым видео и стримом. Вот такая вот фигня. Но также еще обязательно быть подписанным на наш Телеграм, который вы видите сейчас на экране, есть в описании, и на наш Бастион тоже, друзья. Потому что Ютуб в любое время, как мы с вами видим, могут взять и исчезнуть из вашей жизни. Я имею в виду «исчезнуть» в кавычках, могут взять и исчезнуть его насильно из вашей жизни. Понимаете, что я имею в виду? Не будем углубляться в эту тему, но на этот случай вооружитесь ВПНом и Бастионом. А так, что еще тут скажешь? Давайте глянем ТРДР, наш любимый. Вот, кстати говоря, по ТРДР у нас с вами маячили продажи вот здесь вот. Я вам говорил, если вы помните, что это не просто так, это все серьезная история. Да, в моменте мы этого продавца пробивали, но цена все как бы все больше и больше. Смотрите, тренд этот угасал. И сейчас что мы видим? По идее, закатывающуюся вершину локальную. То есть, грубо говоря, на самом деле, все похоже уже на коррекцион. Посмотрите. Вы, кстати, в курсе, что вы знаете примерно тысячи испанских слов, так же, как и английских. Вы в курсе, что слово коррекцион по-русски будет звучать коррекция, а по-английски correction. Соответственно, так же и слова коммуникация, приватизация и всякие такие слова. В общем, они тоже будут communication, privatization, коммуникацион, приватизацион походу. Вот, и если вам нравятся такие энциклопедические справки, то ставьте лайк. Но, тем не менее, я думаю, что мы увидим коррекцион. Другой вопрос, что перед этим могут еще дать финальный такой сейчас хороший заброс наверх, чтобы уже окончательно ликвиднуть всех, кто шортанул. И вот этот заброс, он может уйти, на самом деле, выше, чем all-time high. Судя по тому, что мы сейчас видим по традиционным рынкам, ребята, очень опасно шортить биткоин и крипту, потому что, извините, извините меня, золото, новый all-time high, индекс S&P 500, новый all-time high, NASDAQ, новый all-time high. Кстати говоря, смотрите-ка вы за фондовым рынком, дорогие мои, сейчас выходные, возможно, они откроются с гэпчиком вниз. И вот тогда-то вообще, что вы думаете, крипта тоже пойдет на коррекцию или крипте начихать на фонду, и она живет своей жизнью? Понимаете, Dow Jones, новый all-time high, фонда вся переписывает all-time high. Nvidia, вообще пипец, вообще пипец, просто mega to the moon. Единственное, что, нефть корректируется, нефть корректируется у нас с вами. И Tesla, и Tesla тоже, и Tesla тоже у нас неплохо так корректируется, но, извините меня, Tesla выросла на миллиард иксов, как бы, со дна, там, на три тысячи процентов. Это даже для крипто рынка охренеть сколько? 30 иксов. Извините, для фондового рынка это просто что-то нереальное. Поэтому по Tesla, знаете, что я вам скажу, друзья мои? Ой, даже если FIBA более право, вот прям вообще одна натянуть. Ну вот мы и сходили в 78-й карман, в 78-й уровень, и сейчас тестируем золотой. В принципе, если сейчас Tesla отскочит, вот где, я думаю, подтверждающий индикатор, что и биткоин тоже пойдет. Потому что Tesla больше сейчас похожа на крипту, чем на фонду. Вот. Так что, ребятушки, держите нос по ветру, ухо в астро, ставьте стопы, теки и лайки. А я вам что еще хочу напомнить, что альтсезон в самом разгаре, как я вам показал в начале ролика, некоторые монеты стреляют, плюс 30%, такие как аудио и не только. Напишите в комментарии, какие еще монеты вы считаете интересными, которые мы с вами обязательно рассмотрим на следующем стриме. И... что тут скажешь? Альтсезон, то, что мы сейчас в нейтральной зоне по индикатору альтсезона, это хорошо. Это... мы же уже подтвердили выход туда. Смотрите, индекс альтсезона выглядит как RSI по битку. Мы уже подтвердили бычий тренд вот здесь. И сейчас находимся в коррекции. То есть, если бы здесь можно было натянуть фипку, то мы бы сейчас как раз где-то на 0,5 фипке. Ну, может быть, на 0,68 мы сходим. Но в целом-то понятно же, что надо покупать, а не продавать. Тем более, если мы откроем год, то здесь это становится очевидно. Здесь просто это становится очевидно. Мы все еще ползали по дну, и вот мы только-только начали выходить оттуда и стремиться в сторону альткоин года. Поэтому будьте осторожны с КАСПа. Посмотрите, она выдала 2000% за год. Инжектив выдал 762%, STX, Solana 360%. Ну, в принципе, вот только КАСПа, на самом деле, выдала 20x. И опять же, это ничего не значит. Вон, Тесла выдала 30x на споте, да, на этом, на фонде. Короче, может все улететь еще на десятки тысяч иксов. Я-то как бы что. Но я просто вас предупреждаю, что вот это уже более-менее перекупленное дерьмецо. А вот тут вот находится то, что особо не пампери в этом году. Посмотрите. Матик минус 39%. Аптос, Алго, все минус 30%. Лайток минус 30%. Флоу, Атом минус 30%. Но опять же, тут разные вещи. Надо понимать, что Матик минус 40%. Понятно почему. Я вас предупреждал по Матику, что... Давайте его откроем. Ладно, сегодня будет очень подробный обзор. Видимо, посмотрите. По Матику я вам давно еще показывал Матик BTC. Года два я вам говорил, что он пойдет в шорт. И он и туда и пошел. Посмотрите. Матик BTC выглядел абсолютно так же, как BNB BTC. Супер перепампленный актив. Посмотрите. Он выдал 18 тысяч процентов к биткоину. Тут не надо быть гением, чтобы понять, что это будет сдувать. Вопрос в том, что когда. Как бы они могли еще чуть выше сходить. Но в целом вот мы сейчас и видим коррекцию по Матику к биткоину. Именно. То есть цена Матика в биткоинах падает. И если вы посмотрите, то он уже скорректировался до золотого кармана 0.78.6. То есть в принципе, возможно, она, кстати, более-менее уже и отпадала. Еще раз вам говорю. То есть есть такая тема, что может быть это окончание медвежьего рынка именно Матика к биткоину. Тем более, что бычий рынок Матика к биткоину, как и BNB к биткоину, был во время медвежьего рынка крипты. Чтобы вы понимали, вот в этом году, в 20-м, в 21-м крипта была в медвежьем рынке. Вот здесь. Вот когда она поднялась уже на десятки иксов. То есть здесь может вообще быть дикая раскорреляция. То есть опять же, Матик же сейчас рос к доллару, но к биткоину он падал. Так вот. Поэтому Матик с этой точки зрения, ребята, то, что упал на 40%, это еще норм. Это вообще мега-лайтс. Он может еще упасть настолько же. А вот лайткоин, например, который на минус 30% сложился, это совершенно другая история. Потому что график лайткоина к биткоину, посмотрите. Очень важно, кстати, смотреть к биткоину. Я вам всегда говорю. Раньше вообще только к биткоину торговали. Не было особо тезера. И заводили на биржу биток и торговали альты. Именно поэтому я считаю, что капитализация альтов – это вообще дутая херь. Как бы капитализация битката – это дутая херь, понятно. Ну, потому что никто не сможет продать сейчас 19 миллионов монет по цене 51 тысячи долларов. Это просто невозможно. Тем более, что и монет этих в обороте уже нет. Но даже если миллион монет начнут дампить, то цена упадет, ну, я думаю, раза в два, если не в четыре сложится. Так что капитализации нет там никаких триллионов. Кстати, поздравляю всех, триллион. Капитализация биткоина – снова триллион. А капитализация крипторынка, вот это вот, где они там, 2 триллиона – это вообще полный бред. Потому что, по сути, все вот эти альты, включая и стейблы тоже, это, по сути, не что иное, как биток. Потому что я это все помню. Кто, поднимите руку, кто с 15-16 года в рынке. Не было ни хера никого Тезера, но он был на Омне, как бы, даже еще и эфира-то не было, и Бинанса. Он был на блокчейне битка, как Ординал, с как бы сайдчейном. Но его было, там, капитализация несколько миллионов долларов. И, по сути, он был нужен только для ввода-вывода. И то, все покупали вот этот биток на обменниках, загоняли на бирже и потом торговали альты к битку. Тогда были-то альты, господи, какие, давайте глянем. Да, здесь мы можем просто глянуть, вот, исторический снэпшот, я не знаю, там, ну, давайте, я просто, когда, в 16-й год я уже помню. С 15-й я еще очень плохо помню, я только-только там что-то разбирался. Вот, например, 20 марта 16-го года. Торговали битком, эфиром, риплом, лайткоином, дэшем, мейтсейфом, доджем, манерой, битшерстом, фактом, стелларом, немом. Все. По сути, вот это и было в марже на Полониксе. Это была тогда биржа единственная, где торговали с плечом к битку. Ну, нет, еще было, конечно, Кракен и Битфинекс. Но Полоникс была крупнейшая, кстати. И плечо, чтобы вы понимали, тоже давали второе, третье, пятое максимум на этом, на Кракене. И то людей умудрялось ликвидировать даже во втором. Вот. Так что, да, еще, кстати, очень важно вот что понимать, что посмотрите на вот эти все щитки, где они? Нет их больше. Ну, то есть они есть, конечно, но они где-то уже, наверное, на второй тысяче. Понимаете? То есть будьте осторожны, на самом деле, с альткоинами, потому что их век не такой долгий. Остались, да, какие-то единицы с нами из старичков. Ripple, Dash, Doge, Maneira. Ну, эфир, кстати, вот тогда только появился. Посмотрите, эфир стоил 10 долларов, Dash стоил 6. Потом Dash, кстати, обогнал эфир. Ну, да, вот такое было. И то, посмотрите, Dash хоть и остался, но где он сейчас? Ну, хотя, да, он все равно дороже в несколько раз, чем был. Но, извините меня, эфир дороже во много раз с биткоином, чем были. Поэтому даже те, кто сидели в Dash, они все равно не получили прибыль. Даже с тех пор, представляете? Так что это все тоже надо учитывать в своем теханализе и в своем формировании долгосрочных позиций. Вернемся к лайткоину. К биткоину он показывает совершенно другую картину, если мы его сравним с Матиком. Или с какой-нибудь Соланой, не знаю. Он показывает просто супер-мега падающий клин, из которого выход только один, наверх. Он показывает то же самое, что Dogecoin показывал перед пампом на 100 иксов. Поэтому, на мой взгляд, надо сейчас сидеть в лайте. Посмотрите, где у него RSI недельный к битку. Да он просто в жопе. Он, конечно, был один раз ниже, но только вот здесь. На дне, на абсолютном дне. А все остальные разы, что он был в этой территории, посмотрите, он люто отскакивал. Посмотрите. Ну, тут не надо быть гением, чтобы это видеть. Тут он отскочил на 400% к биткоину только, внимание, только к биткоину. То есть к доллару выше еще. Тут на 200. Ну, даже если сейчас консервативно, он отскочит на 100. Ну, вы в 10-м предшествии стоите, вам мало что, 10 иксов. Дисклеймер, не финансовый совет, конечно. К битку, ну, я не знаю. А к доллару что? Да к доллару что смотреть? Я вам только что объяснил. Вон, к BNB лучше. Посмотрите, лайт. Лайт к BNB, это просто пипец. Кстати говоря, у нас был розыгрыш в телеге. Вот почему еще вам нужно быть обязательно подписанным на нашу телегу. У нас там был быстрый конкурс, собственно. Кто скажет, что это за пара, тому приз. И в ютюбе успело буквально 2 человека ответить. Вот почему нужно быть подписанным на наш телеграм. Потому что здесь успело 140 комментариев буквально за 20 минут выскочить. И правильный ответ был, конечно же, LTC BNB. И победитель у нас получил LTC за это. Короче говоря, мы такие штуки тоже иногда проводим в телеге. Так вот, LTC BNB, посмотрите, это просто, я не знаю, это выглядит как Dash... Dash USD. Это выглядит как каста перед тем, как она развернулась. Ну, то есть, это очень крутой график, посмотрите. Тем более, вот у нас была желтая точка в 2022 году. Мы все еще на этом уровне, ниже мы не ушли. А желтая точка на недельном таймфрейме, это вам не... Можно я жестко, да, как-нибудь пошучу? Это вам не этот самый, как его? Слезы Сатоши какие-нибудь. Это серьезная история. Поэтому я думаю, что Lighthawk сейчас очень крутой вариант. Но, тем не менее, много народу засажено и в Solano, и в Injective. Поэтому всем им тоже респект. И те, кто торгует по тренду, вон, посмотрите, как уже пульнула Solano, там та же самая, да, там на те же несколько иксов, к биткоину только к одному. И, кстати говоря, да, вы можете, пожалуйста, не вопрос, вы можете дальше лонговать Solano, возможно, она дальше и попрет. Я же не говорю, что она прямо сейчас соскамится. Но она уже, имейте в виду, что она уже от хая до лова, по FIBA, она уже отскочила до золотого кармана. То есть, как бы это... Тут уже надо было разгружаться по схеме, по моей школе, если вы заходили. Загружаться здесь ни в лонг, ни в шорт я не стану, потому что это непонятная херня. Может пробиться и вверх, и вниз. Вот. Трон, кстати говоря, вот трон. Выглядит интересно. Но уже тоже, блин, надо было, конечно, отсетки его покупать. Сейчас уже он пробился вверх канала. Я думаю, как раз коррекцион по нему ждать какой-то. Напишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом безобразии. Да, трон тоже сходил в золотой карман. Короче, нет, слушайте, трон тоже как Solano уже себя повел. Я думаю, что надо держать то, что вот здесь. Докупать, точнее, то, что вот здесь. То есть, грубо говоря, всякие даши, лайтки. Даже если они не все стрельнут, ребят, там даже если одна монета стрельнет, понимаете, в чем прикол. В чем прикол. Даже если один даш стрельнет. Посмотрите, даш к эфиру. Посмотрите, даш к биткоину. Ну, тут как бы опять же RSI, посмотрите. Ну, тут либо все уже прям скам-скам конкретный, то есть, минус 100%. Либо плюс тысячи процентов. У вас риск рейсо сейчас идеальный. Если вы тот, кто засел в даш по 200, чуваки, вы можете догрузиться по 20. Вы что, не врубаетесь, что ли? Он отскочит как минимум на 100, вы уже в плюсе будете. А если он на 1000 отскочит? Короче, ладно, у меня на этом все. Но обратите внимание, что вот эта желтая точка в 2021 году подашу к биткоину в моменте не сработала. Мы ушли ниже. Мы ушли ниже этого уровня. И это, на мой взгляд, вообще просто восхитительно. Это, грубо говоря, дивергенция. Посмотрите, то есть, тут реально мы ушли еще ниже. То есть, тут возврат к этим уровням, даже выше них, просто практически гарантирован. То есть, у меня на истории всех активов, я вот смотрел от недельного таймфрейма и старше, если была желтая точка на недельке, ну, мы практически точно к ней возвращались. Там 99,9 win ratio, что мы как минимум вернемся к ней, а то и пойдем выше, скорее всего. Чаще всего мы уходим еще выше, чем эти уровни. То есть, это, грубо говоря, двойное дно с медвежьей ловушкой по дэшу. Так что ждем ракету, не рыпаемся. У меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Всем профитроли, это гриня. Да, и на бирже Дипкоин все еще идет. Это очень крутая биржа, если вы не в курсе. Они уже на 20-х местах по объемам. Coin Market Cap. Они не требуют принудительно KVC. Один человек только писал, что у него потребовали. Все остальные торгуют. Никаких проблем с территориями, с санкциями и прочим дерьмом. 11,5 дней еще длится соревнование. И вот, собственно, мы тут все торгуем. Sam Shot. Если ты прислушался ко мне и остановил свой трейдинг, то я тебя очень сильно респектую. Потому что 9000% это очень круто. Сохрани этот результат. Ты, по ходу, уже победил. Также всем остальным респекту, кто участвует. Я улетел на третье место. Меня звать Гонжа Суфи. Кстати, меня звать как одного из моих любимых артистов музыкальных. Обязательно послушайте его музыку, если вы не в курсе. А также послушайте нашу музыку, друзья. Тем более, что, как мы уже рассмотрели в начале ролика, монета аудио неплохо так начала пампить. Я думаю, что по ней это только начало в долгую. Если мы глянем... Видите, нифига у меня на этом не все. Никак не могу я с вами расстаться, друзья. Поэтому буду признателен, если вы это цените. Ваши обратные связи в виде комментариев, лайков и подписки на канал. Вот. А что тут скажешь? Аудио в долгую, смотрите, он на прошлой бычке стоил 5 баксов. И в отличие от всякого говна, у которого даже вайтпепер не работает уже, это реально рабочий продукт, у которого есть сайт, на котором уже очень много пользователей. Вот, мне только что прислали... Еееее, мне чувак прислал 3 аудио. Спасибо тебе большое, бро. Давай я светану твою страницу. Круто. Короче, мы сюда выложили свой альбом. Обязательно подписывайтесь на наш аудиос. Вы тут можете также зарабатывать эти аудиокойны. Это типа крипто саундклауд такой. Здесь очень много крутой музыки. Вон у нас уже 222 фолловера. Вы можете нас пропампить, подписаться на нашу страницу тоже. Вот вышел новый альбом моей группы, если кто не знает, я вообще музыкой занимаюсь. И также у нас есть YouTube-страница. Обязательно подписывайтесь на неё тоже. Мы там выкладываем наши новые музыкальные штучки. И да, это такая альтернативная, экспериментальная, знаю, где-то даже может быть попсовая музыка. Но в основном, скорее всего, какая-то хрен его знает. Джазовая, одемная, авангардная, может быть, даже. Напишите, кстати, вот там в комментариях, какой стиль музыки вы считаете мы играем. Или у нас в чате, потому что я реально не могу понять. Мне когда задают вопрос, я не понимаю, что ответить. Вот. Обязательно пройдите по ссылкам, подпишитесь. Ждите новый музыкальный видос, друзья, буквально сегодня-завтра. А у меня на этом теперь точно всё. И давайте я вам покажу маленький кусочек, собственно, нового музыкального видоса. Зацените. Всем профитролей. Пока. Них***а себе нах***рил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok